Science-art — это новое направление современного искусства, когда на помощь художнику приходят не кисти и краски, а передовые технологии. И о таком синтезе науки и искусства мы поговорим с руководителем Центра профессионального мастерства медиаискусства, куратором и исследователем современных медиа Натальей Вадимовной Фукс. Наталья Вадимовна, здравствуйте. Добрый день. Сейчас много говорят про популяризацию науки. Вот в контексте science-art — это искусство расширяет свои границы, используя научные достижения, либо это наука использует искусство как инструмент такой популяризации и визуализации? На самом деле искусство и наука очень долгое время развивались параллельно и даже вместе, и взаимопроникновение искусства и науки существовало и было абсолютно естественной практикой на протяжении очень многих столетий. Но в определенный период эти два направления немного разошлись, и в обществе возникло представление о том, что искусство и наука имеют очень разный фундамент, хотя на самом деле природа и того, и другого — это экспериментальность, и это определенная цель, связанная с познанием мира и с открытием. Поэтому, на мой взгляд, то, что происходит сегодня с искусством и наукой, и с появлением, вернее, все более пристальным вниманием к междисциплинарным практикам и, в частности, к science-art — это момент, когда мы возвращаемся к тем представлениям, которые существовали на протяжении долгого времени. Просто на какой-то период мы немного отошли от этого канона, и возвращение в определенном смысле к корням в моем представлении — это очень важный момент, потому что наше представление о будущем сейчас непосредственно связано с междисциплинарностью, конечно же. Поэтому искусство и наука как союзники — это очень важный феномен современной реальности, который позволяет людям освоить большее количество навыков, познакомиться с очень разными типами мышления и соединить это в некую общую картину. Вот как раз-таки, насколько я знаю, немецкий философ Оливер Грау исследовал вот такую вот, как вы сказали, историческую взаимосвязь искусства и науки, и в какой момент произошло их разделение? То есть мы ушли от междисциплинарности такой. Если посмотреть на историю искусств и историю науки и технологий, то мы можем увидеть, что и в ранние времена, и в период Средневековья, в эпоху Возрождения существовало намного больше практик, которые соединяли искусство, науку и технологию. Как раз период просвещения, это XVIII-XIX век до окончания XIX века, стали теми столетиями, которые разделили искусство и науку именно в контексте целой парадигмы и перспективы. И за этим стояли определенные экономические причины, которые способствовали такому разделению, не только экономические, но и социальные в том числе. И с развитием научного и технологического прогресса в конце XIX-начале XX века стало происходить возвращение вот к той самой культуре, можно сказать, эпохи Возрождения, когда мы стали понимать, что определенная универсальность знаний, универсальность человека, универсальность подходов – это то, что может нам помочь более объемный взгляд приобрести на будущее, на нашу современную реальность. И, скорее всего, будут еще возникать периоды в истории уже будущего, когда эти практики снова начнут разделяться, мы видим определенную спираль. Но я очень рада, что мы сейчас являемся современниками вот такого момента очень интересного, когда мы можем забыть об этом разделении на технарии и гуманитариев и понять, что на самом деле принципы знания, освоения определенного знания, они в современной ситуации очень тесно связаны, как я уже сказала, с открытостью определенной информации и с экспериментальными подходами. И как раз вот эти подходы, они близки как ученым, так и современным художникам, которые работают с технологиями и научным контекстом, и, например, в медиаискусстве, что является отдельным направлением внутри комплекса современных искусств, и science-art – это определенный жанр, как раз большое количество художников работает, которые обладают очень серьезной технологической экспертизой. И часто мы можем говорить о том, что такие люди, они обладают и очень ясными эстетическими представлениями об искусстве, о культуре, но при этом они полностью производят культурный продукт с пониманием всех деталей и тонкостей технологического производства. То есть медиахудожники, которых еще называют антеннами человечества, такие посредники между наукой и искусством. И все-таки вот вы сказали, что медиахудожниками как раз выступают люди, которые обладают профессиональными знаниями в этой сфере. И кто может быть медиахудожником? Художник в сфере искусств человек, либо ученый? Спасибо, хороший вопрос. Как раз сейчас мы об этом очень много говорим в рамках наших программ Центра профессионального мастерства медиаискусства. И этот центр открыт в Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства Департамента культуры Москвы с целью, собственно, создать определенную образовательную платформу, которая будет служить непрерывности образования в сфере медиаискусства. И основной, на самом деле, мотив для того человека, который хочет приобрести экспертизу в медиаискусстве, стать медиахудожником, это в первую очередь должно быть понимание основ междисциплинарности как определенного подхода, который связан с изучением сразу большого количества дисциплин, с тем, чтобы человек приобретал практические навыки, связанных с разными технологиями, но и в том числе понимал разные способы мышления, которые связаны с тем или иным технологическим процессом, потому что действительно каждая технология связана с определенным концептуальным целеполаганием. Человек, например, который занимается виртуальным искусством и технологиями виртуальной реальности, держит внутри своей головы определенный набор проблем, которыми он занимается. И несколько иная проблематика будет у человека, который занимается, например, технологиями искусственного интеллекта. Если к той или иной технологии присовокупляется художественная часть, и художник берет на вооружение технологии искусственного интеллекта либо технологии виртуальной реальности, то художник такой должен понимать, что для создания качественного художественного высказывания на эту тему ему необходимо не просто представлять себе, какие художественные произведения на эту тему уже были созданы или с использованием этих технологий, но очень хорошо быть знакомым с историей этой технологии, с социальной проблематикой, связанной с этими технологиями, с этическими проблемами, которые возникают, потому что самые яркие работы в области медиаискусства возникают тогда, когда у художника есть возможность транслировать критический взгляд на инновации. Ну вот тогда получается и искусство, и наука – это про поиск истины, но только у них вообще совсем разные инструментарии. Говорят, что вот наука – это про разум, а искусство – это про эмоции. Но тогда получается science-art соединяет все это вместе? Я бы сказала, что медиахудожники – абсолютные рационалисты в художественной среде. И это как раз те люди, которые сочетают, соединяют в себе разные способы восприятия мира. Конечно же, эмоциональное высказывание – это очень важная составляющая. Именно она дает возможность достучаться до зрителя, именно она дает возможность вовлечь в то сообщение, которое хочет передать художник с помощью своего произведения, или куратор с помощью своей выставки, когда он подбирает определенный состав художников и выбирает определенные произведения для экспонирования. Но, тем не менее, без рационального подхода в медиаискусстве, мне кажется, было бы достаточно сложно, поскольку приведу такой пример. Если говорить об этике использования тех или иных технологий, то, например, мы часто говорим об определенной экологичности в контексте использования технологий о том, что когда мы используем те или иные выразительные средства технологические, то мы должны думать о том, какое количество проблем, например, связанных с экологией, это влечет за собой. Мы прекрасно знаем, что нейросети, если они используются в произведениях искусства, они задействуют большое количество энергии, это компьютеры, это потребление ресурсов нашей планеты, которое должно быть тоже критически осмыслено. И в этом смысле медиахудожники, конечно же, должны подходить, и это идеальная ситуация, если они подходят к созданию произведений именно с рациональной и критической позицией. Поэтому в этом смысле и можно говорить о том, что сайенс-арт или медиаискусство как более обширное, емкое направление соединяют в себе очень сбалансированно и гармонично и эмоциональные контексты, и рациональный взгляд на нашу реальность. Но ведь науки есть еще и гуманитарные. Возможно ли вообще визуализировать такое знание? Конечно, можно визуализировать в силу того, что мы можем использовать самые разные технологии, которые используются в том числе и в науке. Просто в определенных случаях, когда мы применяем те или иные технологии, ранее использовавшиеся только для обработки определенных данных, для создания художественного произведения, немного меняется назначение этих технологий. И зачастую мы получаем такие произведения, которые позволяют нам увидеть то, что не удавалось увидеть раньше. Например, когда мы получаем определенные данные, связанные с визуализацией науки в виде цифр, каких-то графиков или определенных изображений, мы, как правило, получаем так или иначе определенную информацию без попытки осмыслить, а что же значит это, какое это влияние оказывает на те или иные сферы нашей жизни. И хорошо, если человек об этом задумывается. И вот как раз медиахудожник в этой ситуации выполняет роль такого медиатора, проводника, который помогает эту информацию, эти данные осмыслить. И это происходит в очень разных формах. Это может происходить и такие образцы произведений такого искусства есть и в таких жанрах, как видеоарт, и в виртуальное искусство. И самые разные технологии позволяют нам поработать с визуализацией данных. Правильно ли я понимаю, что вообще такая вот цель у Science Art это погрузить зрителя как бы вовнутрь научного открытия с его такой технической частью, используя там и эмоции. Вот, например, был такой интерактивный перформанс Сонни Челари, когда перформер-художник были соединены друг с другом датчиками, и художник испытывал импульсы. Конечно, я думаю, что в первую очередь, и могу здесь параллели тоже проводить между своей кураторской художественной практикой и художественной практикой других авторов, наука вдохновляет. Конечно, мы часто видим какие-то открытия, которые нас начинают стимулировать и заинтересовывают нас. Нам хочется заглянуть поглубже и попробовать подойти к использованию той или иной технологии креативным способом. Но мы знаем очень много примеров, когда художники, имея, например, базовое образование именно в сфере той или иной науки либо техническое образование, имеют возможность не просто наблюдать внешний какой-то процесс и к этому творчески отнестись, а участвовать внутри определенных экспериментов. И в нашей реальности, в России, я имею в виду, к сожалению, таких событий не очень много, когда, например, мы бы наблюдали работу научной группы в определенной институции, и туда были бы интегрированы художники для создания либо произведений, либо просто для участия в экспериментах, потому что есть определенные законодательные нормы, и просто не всегда это возможно. То в некоторых других странах такие возможности есть. И, например, я часто привожу, например, ту же самую Австралию, где в ряде университетов есть возможность получить двойную степень, например, в области синтетической биологии и художественных практик, практик, связанных с современным искусством. И речь здесь не идет только лишь о создании произведений искусства. Речь идет о том, что художники в полноценной степени интегрируются в экспериментальные коллективы, экспериментальные группы и привносят какой-то свой вклад в эти процессы. Одна из таких работ, например, очень ярких, это создание первого нейросинтезатора австралийским художником Гаем Бенари, который работал в лаборатории симбиотика университета Перта. И перед тем, как он получил возможность создать свое произведение искусства, он был участником эксперимента о трансформации одного типа клеток в нейронные клетки. Он был, собственно, тем человеком, который предоставил свой биологический материал для этого эксперимента. И этот эксперимент завершился успехом. И, в общем-то, сейчас из этого с одной стороны происходят определенные события, связанные со сферой медицины, а с другой стороны со сферой музыки и звукового искусства. И это, конечно, потрясающе, когда возникает вот такая перспектива, очень открытая. Я очень надеюсь, что в будущем институциональный мир будет более открыт для таких проектов. А какие сферы науки больше всего ориентированы на это? Потому что вот мы обсудили биологию, медицину. Все ли можно визуализировать? Я думаю, да. Если мы на самом деле даже имеем сейчас большое количество произведений, которые связаны с нейросетями, каким образом можно визуализировать машинное обучение? Это цифры, это компьютерный анализ, это то, что происходит внутри машины. Да, безусловно, мы видим определенные изображения, можем получить данные анализа в виде каких-то графических символов, но это не является в полной мере тем, что создает эстетику, например, таких произведений в современном мире. И как раз для этого нам и нужен, я думаю, как раз художественный, кураторский взгляд на технологический контекст для того, чтобы более полноценным было взаимодействие между человеком и научным знанием и технологиями. Воображение у человека безграничное, поэтому очень хорошо, что есть сейчас такая возможность соотнестись практически с любой сферой науки и технологий. Вот вы сказали про австралийский опыт получения двойной степени, и в России это направление, как я поняла, сейчас развивается. Вы сказали, что мы живем прям удивительное время, когда все это только в самой завязке. То есть, получается, нашим медиахудожникам есть у кого поучиться? Не только есть у кого поучиться. У нас в России у самих очень сильная школа, которая связана в первую очередь с инженерными, экспериментальными практиками 20 века. И, например, мое поколение, люди, родившиеся в начале 80-х годов, еще застали то время, когда отцы на кухне собирали разные радиоприборы, к примеру, и, наверное, практически весь мой класс в школе мог бы сказать, что у каждого второго папа является инженером в той или иной области. И это было некой такой семейной традицией. Я тоже стала получать как раз гуманитарную степень в техническом университете, именно потому что мне было понятно и близко находиться внутри технологического контекста. И именно поэтому в России абсолютно уникальная, на мой взгляд, ситуация. У нас есть совершенно потрясающее советское наследие, которое еще до конца не осмыслено. И мы, наверное, только в начале 21 века с расширением сообщества медиаискусства, медиахудожников в российском пространстве стали как раз к этому наследию обращаться. И мы не будем забывать о таких изобретениях, как термин «Вокс» или «Ватермен». Это изобретение, которое оказывает на нас огромное влияние и воздействие, поскольку это то, что было создано в контексте инженерных практик и экспериментального искусства в нашей стране. Это то самое наследие, о котором мы можем с гордостью думать. И в 60-х годах существующее конструкторское бюро «Прометей» в Казанском авиационном институте, которым руководил Булат Галеев. Это тоже было абсолютно уникальное экспериментальное пространство, где вместе работали художники, инженеры и создавали потрясающие произведения искусства, связанные с светомузыкой и таким направлением, как аудиовизуальное искусство. Мы привыкли думать о том, что подобные практики приходят к нам из-за рубежа, но на самом деле у нас есть свои собственные корни. И я очень рада, что сейчас мы находимся в том моменте, когда мы это осознали, осознаем, продолжаем это признавать и уже транслировать себя в мир, в глобальную ситуацию не с точки зрения учеников, а с точки зрения специалистов, которые могут тоже передать определенные навыки. И у нас очень много художников, которые работают с разными медиа и получают большое количество призов на разных международных конкурсах. Я могла бы многих перечислить. В этом году, к сожалению, на одном из основных конкурсов арс-электроника российских участников призеров не было, но в прошлые годы большое количество специалистов из нашей страны получали эти премии. Это и Дмитрий Морозов, который работает под псевдонимом в ТОЛ, и Дмитрий Булатов, который получал почетные упоминания арс-электроники за свои теоретические произведения, связанные с арт-н-сайенс. Поэтому мы можем в этом смысле себя чувствовать очень уверенно и опираться как раз на свою собственную историю, развиваясь, двигаясь дальше. То есть медиахудожники не всегда обращаются только к новым научным открытиям, но и ретроспективный взгляд тоже присутствует? Да, абсолютно. Причем это очень интересная область медиаискусства, которая называется «Медиаархеология». И как раз с этой дисциплины, со знакомством с этой дисциплиной я всегда стараюсь начать знакомство детей с практиками медиаискусства, поскольку медиаархеология дает нам возможность в комплексе посмотреть на историю технологии, историю науки и историю искусств. И вы упоминали Оливера Грау. Например, он в одной из своих теоретических работ описывает фрески Помпеи и приводит их в качестве одного из образцов виртуального искусства. То есть наше современное представление о виртуальном искусстве связано с компьютерами и с шлемами виртуальной реальности, которые мы обычно надеваем на себя. Но очень-очень много лет назад таких возможностей не было. Но у человека при этом существовала та же самая мотивация, некая потребность в иммерсивности, в том, чтобы погрузить себя внутрь произведения искусства. И на примере фресок Помпеи мы говорим о том, что вот таким способом погружения в некую виртуальность служили как раз панорамные фрески. Просто достигалось в то время это несколько иными способами. И это вот один из примеров того, как работают медиаархеологи. Мы обнаруживаем в современной ситуации что-то, что нам кажется очень новым с технологической точки зрения. И пытаемся проследить историю этого изобретения в прошлом. Это очень интересное занятие. Обычно оно очень увлекает. И, например, для детского мышления, для совсем юного возраста предподоросткового эта практика позволяет действительно открыть очень много нового и сразу сформировать тот самый междисциплинарный фокус. Ну хорошо, тогда в завершении вопрос. По поводу отношения к такому новому направлению представителей науки, особенно таких авторитетных ученых и со стороны зрителя, насколько вообще существует интерес к этой сфере? И понимают ли люди, что это совсем новое и очень интересно развивающееся направление, которое заслуживает огромного внимания, я считаю, аудитории? Мы находимся в несколько разном положении в России по сравнению с зарубежными практиками, поскольку, например, компьютеризация активная в США, в Европе началась гораздо раньше, чем у нас. И художники, которые, например, начали работать с компьютерными технологиями в 60-е годы прошлого века, они в основном работали за рубежом. И гораздо более длительное время художники в зарубежной практике взаимодействовали как раз с коллективами ученых и разработчиков-технологов. В России эта ситуация больше связана уже с 21 веком, с нынешним периодом, но тоже в очень ограниченном пока объеме, что, наверное, не совсем корректно, не совсем отражает вообще глобальную ситуацию, глобальный запрос. И мы именно поэтому часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда мы, например, имеем большое количество пространств общественных, в образовательных учреждениях, наполненных технологическими какими-то объектами, оборудованием, и при этом не знаем, что с этим делать и что показывать с помощью всех этих инноваций. Так вот, за последние 50 лет, например, глобальное сообщество было занято развитием этих связей между художественным сообществом и научным. И сейчас мы имеем за рубежом практически в любом крупном, например, университете технологическом, подразделение художественное. Это и университеты такие, как MIT, Гарвард, и практически каждый крупный университет в Великобритании имеет тоже определенные междисциплинарные подразделения. Вот мне кажется, что это как раз то, на что нужно обратить внимание при вообще формировании определенной перспективы и взгляда на то, каким образом наиболее гармонично, сбалансированно простроить образовательные процессы, экономические, социальные. Только вот такой очень сбалансированный синтез разных дисциплин даст нам возможность получить очень осмысленный взгляд и на сегодняшний день, и на наше будущее.